В эфире телеканала БАИ информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Сельские поселения избрали главы Совета депутатов. Выборы в Лобинском районе признаны состоявшимися. Александр Садчиков благодарил избирателей за активность и поздравил избранных глав. На расширенном совещании подвели итоги голосования. В Советы поселения вошли представители трех политических партий. В администрации района обсудили итоги прошедших выборов. Напомню, что в минувшее воскресенье в пяти сельских поселениях Лобинского района, в Ахметовском, Упорницком, Отважницком, Каладжинском и Вознесенском выбирали не только депутатов, но и глав. На избирательных участках побывала Людмила Никонова. Ей слово. Глава депутаты – важные люди на селе. Со всеми проблемами жители идут к представителям власти. А в воскресенье они шли эту власть выбирать. Нам нужно знать, кто нами будет руководить, какая станица будет. От этого зависит, какой человек будет нас за собой вести. Конечно, каждый год для нас это, каждый выбор для нас это праздник, потому что это и взгляд в будущее, это, конечно же, надежда на то, что наши какие-то планы, какие-то верования, они обязательно реализуются в жизни. И сегодня, конечно, мы исполняем свой гражданский долг с радостью, с паспортом идем на выборы. Я всегда на выборах. Мне, короче, неравнодушно все это. Я стараюсь быть в курсе событий, как станица живет, как, что, где происходит. Поэтому участвуем. Свой голос всегда отдаем. В Ахметовском поселении два избирательных округа. Один из участков расположен в школе. Образовательные учреждения и клубы чаще всего используются на выборах. Как и положено, фойе оборудовано всем необходимым для голосования. Дежурят наблюдатели, полицейские и казаки. Спецгруппа уже отправилась по адресам для голосования вне помещения. Обычная явка в Ахметовской выше всегда средней по району. Если в районе бывают 65, у нас всегда 70 и 75. Явка всегда выше средней. Не знаю, как эти выборы будут, потому что выборы местные, очень сложные выборы. Ну, я думаю, процентов 65 дадим. В Гафицком от Важницкого поселения тоже выбирали не только совет, но и главу. Волна активности участковой комиссии ожидалась во второй половине дня. На этом участке такая традиция. Активность избирателей у нас в основном после обеда. В данный момент у нас проголосовало в стационаре до 50 человек. Машину послали на выезд. Вне помещения голосование происходит. Я являюсь наблюдателем на избирательном участке 29.47 поселка Гафицком. Выборы начались в 8.00 по московскому времени. Проходят спокойно, без эксцессов. Сотрудники полиции находятся на месте. В том, что выборы – важное мероприятие, здесь не сомневаются. Селяне хотят видеть власть, которую сами избирают. И доверяют тем людям, кто реальными делами помогает населению. Елена Ивановна Панкова свой выбор уже сделала. У нас Полина Николаевна, она уже несколько лет, я не знаю сколько лет, не помню уже. Все время мы за ее голосуем. Она у нас молодец. До ей можно обратиться. Она никогда ничем не откажет, если до ей обратиться. Молодец, хорошая женщина. Еще один избирательный участок находится в станице Отважная. Заметно, что и здесь в основном зрелый электорат. Пенсионеры всегда активно голосуют, надеясь на хорошую власть и, как следствие, хорошую жизнь. Да мы кругом, куда кто не идет. Ну а как, выбора есть выбора. Проглашают, надо идти. Мы же выбираем людям, которым будем доверять, верить и надеяться, что они все сделают для нас в станицу нашу, приведут в порядок, благоустроят. Я здесь являюсь куратором этого отважницкого поселения. Я с удовольствием пребываю здесь, потому что всегда активная позиция селян в выборной кампании. И это все настолько откровенно, прозрачно, искренне, от души. Никто из-под палки никого не загоняет. Мне очень приятно, что глава отважницкого поселения достойная глава и пользуется заслуженным авторитетом среди сельских тружеников и в районе у нас в том числе. Выборы – своеобразный праздник. На всех участках без исключения музыка, на некоторых – торговля. Так что, выбрав власть, селяне выбирают деликатесы. Ассортимент, говорят, достойный. Это очень удобно. Конечно. Вот мы пришли сегодня и можем выбрать все, что нам нравится. И ассортимент богатый, очень доступный. У нас люди в основном пожилые, у нас в основном 60% – это голосование на дому. Уже уехали у нас все. В 8.30 у нас выезд на дом по заявлениям, по реестрам. Уже уехали. К 12 часам привезут, первую привезут в партию. Надеюсь, что хорошо будет. У нас в основном все. А так явка нормальная, как и всегда на выборах. Село есть село. Идет целый день. Идет целый день. Станичники ответственно подходят к местным выборам. Это та власть, с которой работать в контакте, с которой и спросить можно. Но прошлые годы показывают, что население не обижено. Глава у нас как действительно глава, потому что со всеми наболевшими вопросами идем к главе. А депутаты у нас как помощники. Подходим к депутатам, говорим своих наболевших, говорят, что наболело. Они передают депутат, главе. И потом уже помогают. Что по возможности они помогают. Что могут, то и помогают. Надо живем же, надо с кем-то жить, кого-то выбирать же. Нам с ним жить же и им. Каждый раз я хожу на голосование. Ну а в Каладжинской, пожалуй, самый праздничный день. Концертная программа, выставки творческих работ, аттракционы для детей. Да и у столиков очереди за бюллетенями. Для активизации голосующих был организован концерт силами местного центра культуры и досуга. И еще один концерт кубанского хора под управлением Бочтаревой. Обычная явка выше всего до обеда. Но сегодня будет концерт в час организован. Поэтому после концерта мы тоже ожидаем тех, кто не успел проголосовать до обеда. Нарушений на выборах в Каладжинской нет. За порядком следят полицейские, казаки, а наблюдатели следят за всем. Ну, чтобы выборы проходили организованно, чтобы не было никаких нарушений, чтобы как можно больше людей пришло, проголосовало на выборах, отдали свои голоса за нашу местную власть. Ну вот вы, как наблюдатель, к этому часу что увидели? Как это проходит все? Значит, выборы проходят организованно. Народ активно. Много людей уже пришло на избирательные участки. Для нас, для станичников, это как праздник выборы сегодня. Мы выбираем нашу местную власть на будущее время. Сегодня власть, которой мы доверяем, на которую мы надеемся, что наша жизнь станет от дня лучше, что мы выполним все эти планы, что власть выполнит все эти наказы, которые мы давали. Уже отдав свои голоса, жители не спешат расходиться. Такой праздник нельзя пропускать. Да уже проголосовали. Теперь пришла вот посмотреть. Концерт должен быть. Строение отлично. Видите, по мне, отлично. Я же старая уже. Но, тем не менее, это самое. Всегда хожу. Ну, дай бог нашим депутатам, чтобы они считались с мнением народа, уважали, почитали и все будет хорошо. Жители Каладжинской заранее в предыборную кампанию повстречались с кандидатами и высказали пожелания. Теперь ждут от власти конкретных дел. Настроены оптимистично. Они уже им высказали все те недостатки, которые были. Так что они это все учтут. Иван Иванович учтет. И все будет у нас хорошо. Иван Иванович в этом созыве тоже будет. Все хорошо. Я уверена. Поспокойнее на избирательных участках в Засовска. Здесь выбирают только депутатский корпус. И, как в других поселениях, активнее старшее поколение. Баба Зинаида ходить на выборы приучена давно. Мы жили при коммунистах. Мы знаем это. Надо идти, надо голосовать. Сегодня у нас значимое событие. Сегодня проходят выборы в Засовском сельском поселении, выборы депутатов, наших депутатов. Люди идут хорошо. К выборам привыкли уже. Депутатов всех знают. Это выборы местного значения. Люди знают всех депутатов. Надеются на депутатов, на то, что жизнь будет лучше. За то, что что-то сделают. За то, что что-то будет как-то изменена. Жизнь наша сельская в лучшую сторону. Так что свое доверие они выдвигают. И, я думаю, сегодня хорошая уже явка. Уже 20% проголосовала сегодня, как никогда рано. Организация хорошо прошла. Ну, по-семейному, по-засовски, спокойно, хорошо. Я бы хотел сказать, что вот тот депутатский корпус, с которым мне довелось проработать 6 лет, он мне вполне устраивал. Устраивал не только меня, но я же вижу, что делается для станицы, и как они помогают людям, как они ведут диалог с людьми. Это сразу видно, и это сразу бросается в глаза. И, конечно, наше будущее, будущее развития станицы, оно зависит от команды. Если будет хорошая команда, значит, тогда и будут у нас положительные результаты. Но я вот, пользуясь случаем, хотел бы сказать большое спасибо тем депутатам, которые работали. Ну, а кого выберут, с теми я и буду работать. Для меня самое главное, чтобы проходила работа для людей, ради людей и на улучшение нашего качества, как говорится, качества нашей сельской жизни. 2270 избирателей, всего по сельскому поселению. Ну, как проходит голосование сегодня? Голосование проходит. На время 11.30 проголосовало 20% избирателей. Но это еще не все. Работаем, будем работать до 8 часов вечера. Я думаю, что явка будет хорошая. В Владимирском поселении в воскресенье выбирали только депутатский корпус. К народным избранникам требования высокие. Ведь в поселении есть проблемы, которые решать будущему совету. Как раз это те выборы тех депутатов, которые местного самоуправления. Это наши люди, которых все знают в лицо, с которыми можно пообщаться один на один и так далее, где бы то ни встретились. Много таких вопросов мелкого характера. А их решать-то так же надо. Вот как раз этот уровень депутатов будет помогать строить те вопросы, налаживать, которые необходимо именно как раз в станице нашей. Александр Зайцев теперь голосовать входит за других. А когда-то сам был и кандидатом, и главой Владимирского поселения. Сегодняшние выборы показывают, что люди идут потихонечку, идут, идут, не спешат, знают, что успеют, что свои выборы пройдут достойно. Я думаю, все, мы справимся. На качественный состав депутатского корпуса надеется глава территории Ирина Тараськова. Ей, как представителю исполнительной власти, работать с новым советом на благо Владимирского поселения следующие несколько лет. У нас поселение 4 избирательных округа. Число избирателей у нас составляет 5570 человек. Избираем у нас кандидатов в депутаты 34 человека. Должны избрать 20 человек в состав Совета депутатов, которые, надеюсь, что после этих выборов будут инициативные люди, грамотные, потому что мне с ними работать еще не один год, я так надеюсь. И хочется, конечно, чтобы в состав Совета депутатов входили люди энергичные, профессиональные, знающие свое дело, могущие оказать помощь. По нашему участку зарегистрировано 1794 избирателя на сегодняшние выборы. Где-то 18 голосующих у нас будет впервые, которые голосуют. Мы с ними будем работать отдельно, постараемся их как-то отметить, как-то примировать, кому-то ручку подарить, кому-то, может быть, блокнотик. На данный момент у нас пришло их только двое. Но ожидаем молодежь, у нас обычно подходит к вечеру, когда начинаются где-то дискотики, какие-то развлекательные программы. Они просыпаются к этому времени, активизируются, а где-то после 6 часов мы ждем молодежь. Вот сейчас даже если анализировать выборы, молодежи было мало. Но мы их ждем к вечеру. У нас статистика такая, в принципе. На 12 часов у нас проголосовало порядка 29 с хвостиком процентов, это 30 процентов где-то. Ну, думаю, что по нашему участку это неплохая цифра, потому что мы центр, мы расположены удобно, люди выходят в магазины, и поэтому мы по пути находимся, они заходят к нам, голосуют. В принципе, у нас явка пока нас устраивает. Сегодня уже известны результаты голосования, и все победившие на выборах кандидаты после публикации в СМИ будут зарегистрированы в территориальной избирательной комиссии, а затем в соответствии с уставами поселений в течение трех недель они получат удостоверение в торжественной обстановке. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Александр Сачаков прокомментировал итоги голосования и поблагодарил всех за активную позицию и участие в выборах местной власти. Абсолютнейшее большинство – это кандидаты, прошли кандидаты от «Единой России», хотя в составе депутатов и города, и сельских поселений есть и избранники от «Коммунистической партии», «Справедливой России». Я думаю, это правильно, потому что в Советах депутатов будут представлены разные политические силы и разные взгляды, это только будет способствовать более правильному, более корректному принятию решений, то есть интересы всех партий представлены. На расширенном совещании глава района поздравил избранных глав, большинство которых ранее уже руководили поселениями. Это говорит прежде всего о высоком доверии жителей. Некоторые главы набрали больше 80% голосов. Александр Сачиков пожелал успехов победителям и плодотворной работы на благо населения. Участники совещания обсудили активность избирателей. Явка в районе показала более 52%. Это выше средней краевой. А сейчас с прогнозом погоды на среду нас познакомит Ирина Бирюкова. Я передаю ей слово. Ирина, какую погоду обещают синоптики 17 сентября? Прохладно, облачно и без осадков. Такую погоду обещают синоптики 17 сентября. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До свидания.